Развратнику мужчине продают невинную девушку и обставляют эту продажу известными формальными. Что лежит в основе брака? Любовь, привязанность или просто долг, моральное устое? Ответы на эти вопросы ищут герои спектакля Крейцерова Соната под наименной пьесе Льва Толстого. Произведение, написанное в 1890 году, в то время вызвало неоднозначную реакцию. Считалось скандальным и даже запрещалось цензурой. Но от этого еще больше подогревало к себе интерес читателей. И до сих пор не потеряло своей актуальности, считает актер-исполнитель главной роли Михаил Пореченков. Это сложное произведение, действительно, это как и музыкальное сложное произведение. И то, что принадлежит перу великого автора. Но мы пытались разгадать сию загадку. Надеюсь, у нас это получилось. Может быть, у нас свое видение. Актеры играют под открытым небом. В импровизированном зрительном зале нет свободных мест. Постановка МХТ имени Чехова открывает театральный фестиваль «Толстой уикенд». Он стал своеобразным продолжением другого фестиваля «Сада гения», который проходил в Ясной Поляне последние семь лет. МХТ имени Чехова, Театр Маяковского, Центр Всеволода Мейерхольда. На протяжении трех дней актеры представляли зрителям современной интерпретации бессмертных произведений великого классика. Ясная Поляна – прекрасная площадка для того, чтобы показывать произведения Льва Николаевича Толстого. Потому что герои Льва Николаевича Толстого под Яснополянским небом будут говорить о вещах, которые волнуют каждого из нас. И это показывает, насколько произведения Толстого актуальны до сих пор, и что время над ними не властно. Инициатором проведения в Ясной Поляне театрального фестиваля стал Алексей Дюмин. Идея воплощалась в жизнь три месяца. Многие не верили, что фестиваль такого масштаба реально организовать в столь короткий срок. Мы не случайно открываем его в день рождения Льва Николаевича Толстого. Это знак нашего почитания, его великого, великолепного литературного дара. Знак нашей благодарной памяти о выдающемся человеке, произведения которого не просто рассказывают, а заставляют думать, переживать, переосмысливать. Фестиваль у зрителей вызвал неподдельный интерес. Билеты на спектакли были распроданы буквально в первые дни. Часть из них бесплатно раздали инвалидам, многодетным семьям, студентам и школьникам, победителям литературных олимпиад и конкурсов. Получить такого рода приглашение, я считаю, для каждого студента театрального творчества, специализации – это большая честь. Потому что мы сами прошли уже много театральных фестивалей, мы сами уже знаем, что такое театральная семья. И поэтому прийти сюда и посмотреть на наших родителей, на этих маэстро, это просто прекрасная вообще новость была. Конечно, были безумно рады. Фестиваль прошел, оставив у зрителей массу впечатлений. Кому-то произведения Толстого дали дополнительную пищу для размышлений. И уж точно он никого не оставил равнодушным. Тем не менее, организаторы планируют, что театральный праздник «Толстой уикенд» станет ежегодным. Надежда Милюхина, Алексей Чечевадзе, Первый Тульский.